В 1923 году в Париже на набережной Сены был обнаружен труп. При нем полицейские не нашли никаких документов, только тетрадку с записями на русском языке. Причина смерти неизвестного сомнений у сыщиков не вызывала. Рядом лежал револьвер. Перевод записей позволил полицейским предположить, что самоубийца эмигрант из России по фамилии Неклюдов. Через год эта тетрадь была опубликована. А в 1940 году ее прочитал британский премьер Уинстон Черчилль и произнес по свидетельствам современников странную фразу. В 1919 году советская власть могла бы закончиться, и только благодаря нам она продолжает существовать. Записи русского офицера Неклюдова рассказывали о белом восстании, которое произошло в 1919 году под Петербургом в секретной крепости Красная Горка. Что же там произошло? И почему эта история заставила Черчилля делать столь громкие заявления? Восстание произошло на этих берегах. Здесь и находится крепость или форт Красная Горка. Интересно, что в исторических трудах, посвященных гражданской войне, об этом событии упоминается лишь вскользь. И только странный миф до сих пор ходит среди жителей побережья. Они утверждают, что восставшие, уходя, заминировали несколько казематов крепости, и что этот заряд не обезврежен до сих пор. Он угрожает не только прибрежным поселкам, но даже городу Санкт-Петербургу. Легенда по меньшей мере странная, ведь до Петербурга отсюда около 100 километров. Какой же заряд нужно было заложить в крепости? Да и существовала ли взрывчатка такой силы в начале 20 века? Интересную заметку я обнаружил в немецкой газете «Берлинер Тагеблат» за 1910 год. Ее корреспондент утверждает, что в окрестностях Петербурга появилась секретная лаборатория, в которой русские готовили новое сверхмощное оружие. Автор ссылается на слухи, которые ходили среди жителей Ароненбаума. Они, дескать, были удивлены тем, что часть живописнейшего побережья Финского залива военные закрыли для посещений. А рыбацким лодкам и яхтам запретили ходить вдоль берега. Правда, никаких других источников, подтверждающих эту информацию, я не нашел. Если предположить, что эти слухи правда, то перед нами по-настоящему парадоксальная история. Восставший гарнизон крепости грозит большевикам неизвестным сверхмощным оружием. А когда по непонятной пока для нас причине восстания срывается, то оружие превращается в мину замедленного действия, которая до сих пор ждет своего часа в крепостных подземельях. Правда, при чем здесь заявление Черчилля? Какое отношение имеют к этой фантастической истории англичане? Мы отправляемся на поиски подземной крепости. Может, ее казематы расскажут нам, что произошло здесь в 1919 году и чем восстание на Красной Горке могло угрожать советской власти? На южный берег Финского залива до сих пор нельзя попасть без специального пропуска. Военной тайной эти места стали еще в 1914 году, когда и была построена секретная подземная крепость. Об этом мало кто знает, но у Финского залива есть еще одно название – залив секретов. В течение трех веков здесь находилась самая крупная и мощная в Европе морская крепость. Ее центр – островной город Кронштадт, а ее батареи и форты раскиданы по островам и берегам залива. И несмотря на то, что сегодня крепость уже больше не охраняет Петербург, а ее брошенные фортеции напоминают декорации к фильму «Сталкер», медленно превращаясь в руины, их история до сих пор не избавилась от грифа «Секретно». Сооружение этой крепости на берегах залива продолжалось в течение 300 лет и завершилось постройкой подземной цитадели на Красной Горке. Сегодня мало кто знает, что одна из крупнейших крепостей Европы начала 20 века была названа в честь наследника престола царевича Алексея. Воротный столб с буквой «А» – символична судьба образа будущего России. Вот что мне удалось узнать из скупых сведений военных архивов. Алексеевский форт или, как еще его называли, Красная Горка, строили 7 лет. Он вступил в строй в 1914 году. До трех этажей под землей, около 700 человек гарнизона, автономное тепло и энергоснабжение. Основной задачей форта было прикрытие подступов к столице империи так, чтобы корабельная артиллерия противника не смогла наносить безнаказанные удары по Кронштадту и Петрограду. С постройкой этого форта столица империи стала по-настоящему неприступной крепостью для нападения с моря. Крепость появилась перед нами неожиданно, как будто выросла среди леса. Ее укрепления устроены так, что сливаются с ландшафтом. Взять их простым штурмом было непросто. Это целая система мощных бетонных сооружений, связанных лабиринтами подземных коридоров. Нам удалось достать план этой цитадели. С его помощью мы попытаемся обследовать крепость и найти здесь разгадку тайны восстания 1919 года. Почему все-таки произошедшие здесь события поставили советскую власть на грань катастрофы? Мы нашли вход в Патерну, подземный коридор, который связывает между собой сооружение крепости. Спускаемся. Может быть, нам удастся найти следы той секретной лаборатории, о которой говорили в 1910 году, и хотя бы предположить, какой вид оружия могли в ней исследовать. Мы движемся по коридору. Над нами многометровый слой бетона и брони. Конструкция потолка каземата использована сообразная ноу-хау того времени. Свод выполнен из напряженного металла, над которым идет слой асфальта. Этот слоеный пирог амортизирует энергию взрыва. Грандиозность укрепления Алексеевской крепости потрясает. Это артиллерийская батарея. Здесь стояли огромные пушки. Их огонь был полной неожиданностью для вражеских кораблей, идущих на Петроград. Так как с воды крепость обнаружить невозможно. Впрочем, как и с суши. Артиллерийской мощи крепости красноречиво свидетельствует размеры вот этого орудия. А на момент восстания на форте было три десятка таких пушек с дальнобойностью более 30 километров. Наши фантастические предположения о сверхмощном оружии становятся реальностью. Кто в 19-м году мог поспорить с этими гигантскими пушками, да и сама крепость им подставит. Как мы узнали, она действительно уникальна. Последняя попытка фортификационной мысли приспособиться к прогрессу. Больше возможностей и больше не строилось крепостей. Это последний раз, когда инженерная мысль создала заложенный глубоко в землю, как бронепояс, километровый бетонный каскад сооружений, которые выдерживали самые современные средства разрушения начала 20-го века. Нам удалось узнать интересный факт. Оказывается, она была самой дорогой военной постройкой в России в 20-м веке. Несколько миллионов золотых рублей потратил на нее Николай II. В 1907 году, когда начиналось это грандиозное строительство, уже назревала война с кайзеровской Германией. В генеральном штабе русской армии хорошо понимали, что главный козырь будущего врага его мощный флот. Знали царские генералы и о плане кайзера закончить войну с Россией, высадив морской десант прямо в столице империи, Петербурге. Противостоять этой угрозе тогда было нечем. Русский флот был ослаблен неудачной войной с Японией, форты Кронштадта безнадежно устарели, и только строительство суперсовременных укреплений могло спасти Россию от позорного поражения. К сооружению крепости на Красной Горке были привлечены лучшие русские инженеры, ученики самого графа Тотлебена. Знаменитый фортификатор 19 века, инженер-генерал Эдуард Иванович Тотлебен, писал, «Наши предки гордо смотрели на противника с высоты крепостных стен. Чем выше крепость, тем неприступнее. Сегодня другой принцип. Чем глубже, тем неприступнее. Максимальная защищенность солдата от снаряда и пули и маскировка его укрытия обеспечивают успех современного боя». Теперь нам становится понятно та сила, которая оказалась в руках восставших в 1919 году. Это суперсовременные артиллерийские позиции. Если бы шпионы германского генштаба, наводнившие Петербург накануне Первой мировой войны, смогли бы достать секретные планы, по которым мы сегодня исследуем крепость, парад кайзеровских войск на Дворцовой площади был бы неизбежен. Ведь причины строгой засекреченности строительства форта были не в мифической лаборатории. Слухи о ней, скорее всего, распространялись специально, чтобы припугнуть немцев. Причины секретности были в том, что эти бетонные укрепления оказались единственной надежной защитой города от нападений с моря. В книгах, посвященных истории Балтийского флота, я нашел достаточно скупую информацию. Читаю. В 1917 году гарнизон Красной Горки присоединился к февральским революционным событиям и подчинился Кронштадтскому совету. А в марте того же года поднял красный флаг. Дальнейшая судьба бывшего Алексеевского форта была связана с гражданской войной. На подступах к Кронштадту он сдерживал немецкую эскадру, а затем и корабли Антанты. Именно здесь решалась судьба России. Именно эти бетонные сооружения охраняли режим большевиков. Но 13 июня 1919 года комендант крепости Николай Никлюдов вместе с преданными частями поднимает мятеж. Почему же крепость, которая два года была оплотом советской власти, вдруг восстала? Но возможно это восстание произошло не вдруг? Все вообще могло случиться гораздо раньше. Вот что нам удалось узнать. За год до этих событий в 1918 году правительство Ленина срочно переезжает в Москву. Официальный повод перевод столицы в центр страны подальше от границы. Но существуют и другие причины, описанные не в официальной истории, а в документах Петроградского ВЧК. Из них следует, что в 1918 году в Петрограде сразу после разгона учредительного собрания возникла и стремительно развивалась одна из самых крупных в России контрреволюционных организаций – Национальный центр. Страна, освободившаяся уже от двух диктатур, диктатуры монархии, а потом Керенского, не желала жить при диктатуре пролетариата. В Национальный центр, если верить тем же документам ВЧК, входило более трех тысяч жителей колыбели революции из абсолютно разных слоев общества. Об этом никогда не писали, но в 1918 году в Петрограде назревала Третья революция. При этом на роль Авроры претендовало сразу несколько кораблей из Кронштадта. Вот что написано о Кронштадте в книге Белогвардейщина историка Владимира Шамбарова. Самая буйная часть матросов схлынула по фронтам Гражданской. Остальные дурели от безделья и разлагались в Кронштадте, куда стянулись корабли с других русских баз Ревеля и Гельсингфорс. Многие начинали браться за ум в виде результаты того, что натворили. Зрело недовольство советской властью, ряд кораблей стали готовить переход к белым. Можем лишь предположить, что восстание, намеченное национальным центром, должно было произойти одновременно и в Петрограде, и на фортах Кронштадтской крепости, в том числе и на Красной Горке. Разгон учредительного собрания отвратил от большевиков многих из тех, кто поддерживал их в 17-м году. И в случае открытого выступления национального центра народные комиссары вряд ли удержали бы власть. Поэтому избежал Ленин с соратниками в более спокойную Москву, и этот побег сделал восстание в Петрограде бессмысленным. Третьей революции не произошло. Какой же смысл был в мятеже, происшедшем год спустя в крепости царевича Алексея на Красной Горке? Вот что пишет в своих мемуарах, опубликованных лишь недавно в России, Николай Никлюдов, бывший комендант форта Красная Горка. Идея о созыве учредительного собрания была еще жива в России. Дать правителя стране, назначив его путем свободного голосования, не прибегая к насилию диктатуры, казалось осуществимым. План восстания состоял в том, чтобы образовать временное правительство, поднявший против советов гарнизон Кронштадта, Балтийский флот, а в следующей стадии Петроградский гарнизон. Мы не совсем заварили камнями. А вот, кстати, кусок уже разорвавшегося. Этот снаряд мог быть свидетелем тех событий. На нем выбит год выпуска 1913-й. Возможно, мы первые, кто проник в эти подземелья со времен мятежа. Казематы были завалены взрывом, который произошел, скорее всего, именно в 1919-м году, во время обстрела мятежной крепости кораблями Балтийского флота, стоящими на кронштадтском рейде. Восстание произошло на самом надежном для революции месте. Там, где кронштадтские моряки были полными хозяевами. И вдруг произошло такое восстание большое по размеру, организованное достаточно хорошо на первоначальном этапе. И если бы и Риф, Форд, и Кронштадт поддержал его, падение советской власти было бы стремительным. Две недели и советской власти бы не стало. Стратегический план этого восстания становится понятным, если посмотреть на карту расположения сил красных и белых вокруг Петрограда в 19-м году. Вот здесь, в северной части Финского залива стоял британский флот. Пройти дальше мешали минные заграждения. Их можно было обезвредить с помощью тральщиков, но тральщики сразу попадали под огонь артиллерии с Красной Горки. А вот здесь находился эстонский отряд и части Белой Армии генерала Радзянко. Они тоже готовы были наступать на Петроград и тоже не могли пройти мимо Красной Горки, не попав под огонь ее сухопутных позиций. Теперь же им ничего не угрожало. В воспоминаниях командующего северо-западной армии генерала Радзянко читаем о желании гарнизона Красной Горки и части большевистского флота перейти на нашу сторону я уже знал раньше и сообщил об этом английской военной миссии. Они желали перейти в северо-западную армию, а не к англичанам или эстонцам. Очень возможно, что поэтому английский адмирал не пожелал оказать своим флотам поддержку Красной Горки имея виды на Кронштадтский Красный Флот. Вот интересный факт. Прямо за этим бруствером внешних укреплений Красной Горки находилось расположение так называемого эстонского отряда. После революции в России Эстония, как и Финляндия, стремилась к независимости, поэтому этот отряд был союзником Белой Армии. Эстонцы первыми узнали, что крепость восстала, но почему-то не сообщили об этом генералу Радзянко и более того, расстреляли вестовых, посланных Неклюдовым вставку Белой Армии. Генерал знал о том, что крепость собирается восстать, но не предполагал, что она уже восстала. Это значит, что и англичане могли не иметь информации о том, что происходит на Красной Горке. Поэтому и не пришла помощь. Уже через несколько часов после начала восстания эти казематы погрузились в пороховой дым. Крепость отстреливалась от кораблей Балтийского флота, тех самых, от которых Красная Горка ждала поддержки. Здесь, в командном пункте форта, все три дня восстания Неклюдов руководил обороной. Вокруг рвались 500-килограммовые снаряды. Только толстый слой бетона спасал людей. А в это время в Петрограде, получив сообщение о восстании на Красной Горке, Национальный Центр был приведен в боевую готовность. Собирали и вооружали его штурмовые группы. На конспиративных квартирах все ждали условного сигнала входа кронштадтских кораблей в Неву. Тех самых, что в это время уже обстреливали Красную Горку. Но на квартирах неожиданно появились чекисты. Практически все боевики Национального Центра были арестованы. Создается впечатление, что чекисты только и ждали, когда подпольщики соберутся вместе. А может действительно ждали. И восстание, произошедшее в этой бетонной цитадели, было спровоцировано ведомством Дзержинского только для того, чтобы глубоко законспирированный Национальный Центр себя проявил. А может у агентов ВЧК была связь с командиром Ингерманланской части, стоящей рядом с Красной Горкой. Эстонцы вели себя очень странно. С одной стороны расстреливали посланцев Неклюдова Крадзянко, с другой всячески заверяли восставших, что помощь к ним идет. А вот еще выдержка из воспоминаний Неклюдова. На третий день обстрела к вечеру под сильнейшим огнем на форт прибыл офицер какой-то Ингерманланской части. Он еще раз подтвердил помощь со стороны английского флота и белых партизанских отрядов. Перед отъездом он заверил нас, что в два часа ночи подойдет английский флот. Наступил обещанный момент, флот не приходил. На самом деле все было гораздо проще. Эстонцы в своей борьбе за независимость видели врагов как в красных, так и в белых и поэтому просто обманывали Никлюдова. А в национальном центре уже в 19-м году были предатели. Многие его члены исправно служили советом. Красная горка оказалась последним островком, где еще помнили, ради какой свободы была сброшена власть Романовых в феврале 17-го года. Но залп или ушах Россия не услышала. Но большевики сразу увидели в этом для себя не просто смертельную, а действительно убийственную ситуацию. И если бы не остановить, дать возможность несколько дней ситуации развиваться, то Кронштадт бы не выдержал. Он бы взорвался. Что же касается слов Черчилля, то Британия действительно помогала советам. В архиве Адмиралтейства в Лондоне сохранились документы о том, какие задачи были у британской эскадры в 19-м году. Захват баз Балтийского флота в Ревеле и в Гильсенфорсе. Петроград и власть большевиков их не интересовала. Бетонные укрепления на Красной горке могли держать оборону не один месяц, но в ней не было смысла. На третий день восстания Неклюдов и его шеститысячный гарнизон покинули крепость. Вот что пишет Неклюдов. Многие солдат плакали, прощаясь с орудиями, как живыми. Проводив последнего человека, я с небольшой кучкой добровольцев вернулся опять на форт. Я не чувствовал себя в силах расстаться с ним сразу. Ни на одну минуту мне не приходило в голову взорвать укрепление перед отходом. Все казалось, что уходим не окончательно, что мы еще вернемся. Орудийный погреб одного из казематов форта. Отсюда снаряды подавались наверх для дальнобойных пушек. Но никаких следов заминирования мы пока не обнаружили. Откуда же взялся этот странный миф, что Неклюдов заминировал крепость, тогда как он сам пишет о своей уверенности, что он сюда еще вернется. Нам удалось обследовать практически все сооружения подземной секретной цитадели на Красной Горке. Но никаких подтверждений этой легенды мы не нашли. Скорее всего, это лишь мифы. Мифы которые как чертополох возникают на месте выжженной в угоду идеологии истории. Впрочем, опасность все же существует. Она не угрожает человеческим жизням. У нее совсем другая природа. Уникальная подземная крепость действительно вскоре может исчезнуть от взрыва мощной мины. Это мина время, а ее детонатор забвение.